здравствуйте приветствую вас на видео канале школа доктора скачков если у вас есть морщины на лице и вы хотите избавиться от морщин на лице ищите что делать чтобы избавиться от морщин тогда я врач диетолог борис скачков автор более 50 опубликованных книг и маршрут в разных странах могу вам в этом помочь я знаю основные причины по которым появляются морщины на лице их очень несложно устранить я точно знаю что ваш самый лучший диетолог не объяснил вам как правильно питаться и как правильно пить воду правильное питание обеспечивает белками кожу а вода разглаживает кожу и соответственно повышение тургора кожи и морщинки исчезают все просто но если ваш диетолог не объяснил вам эти азы правильного питания а ваш косметолог не смог эти огрехи вашем питании скрыть разными косметическими средствами морщины будут появляться и в этом видео я дам несколько полезных советов диетолога как же все-таки избавиться от морщин на всей поверхности кожи а поверхность кожи у взрослого человека это ни много ни мало полтора два квадратных метра то есть работы хватит важно все-таки питаться правильно и первый полезный совет диетолога я бы сказал есть рекомендация что нужно пить воду перед едой и они советуют выпить один стакан воды перед едой другие два некоторые эксперты советуют три стакана пить перед едой чтобы улучшить работу вашего организма я бы сказал очень сложно даже один стакан воды правильно выпить перед едой чтобы не нарушить переваривание пищи просто даже 200 миллилитров воды за 1 час до еды могут нарушить переваривание пищи вода может случайно задержаться в вашем желудке и попавшие в такой желудок еда перевариваться полноценно не будет соответственно белки вы не переварите ваша кожа их никогда не увидит их увидит только бактерии в кишечнике у вас будет вздутие живота урчание будут отходить газы запаха могут появиться неприятный запах от тела изо рта иными словами разные признаки дисбактериоза кишечника если вы не знаете как пить воду правильно перед едой подробнее наберите на моем канале школа доктора скачко как пить воду перед едой правильно и вы найдете более подробное видео на эту тему в этом видео я дам один полезный совет диетолога как эту воду изменить так чтобы ваше пищеварение не нарушилась второй полезный совет диетолога нужно правильно пить воду во время еды если вы просто пьете воду во время еды вы разбавляете желудочный сок подробней найдите видео на моем канале школа доктора скачко как пить воду во время еды там подробно разжевал буквально положил в ротик вам осталось только проглотить правильно пищу и запить правильной водой в этом видео я опять таки один такой совет дам третий полезный совет диетолога нужно знать как правильно пить воду после еды вот здесь рекомендации огромное количество некоторые советуют пить воду сразу после еды некоторые эксперты советуют пить через 10 15 20 30 40 минут через час полтора два как вам не будучи специалистами экспертом в этом вопросе разобраться да очень просто просто в зависимости от того какую пищу советует тот или иной эксперт принимать как основную вашем рационе питания и зависит правильный ответ когда же пить воду после еды правильно а именно если вы например съели порцию мороженого мороженое задержится в желудке на 10-15 минут не более и через 10-15 минут после окончания приема мороженого вы можете выпить воду вы пищеварение нарушите а пользу получите если вы решили съесть порцию макаронных изделий хлеб кашу то такая еда задерживается в желудке обычно 30-40 минут максимум 1 час и теперь вы знаете если у вас хорошая секреция желудочного сока то ваше правильное употребление воды после еды это через 30-40 минут если у вас желудок работает вяло то тогда другой полезный совет диетолога вам можно пить воду после еды но не раньше чем через час вот несколько сложнее если прием пищи у вас более серьезный я имею ввиду если вам захотелось есть рыбу птицу мясо в этом случае переваривание пищи в желудке продлевается на более длительное время и только если у вас повышена секреция желудочного сока то желудок опорожняется максимально быстро а именно через полтора два часа и люди с гастритом с язвенной болезни четко знают это незабываемое ощущение когда можно пить воду а именно появляется голодная боль в желудке после еды желудок пустой и ваш выбор выпить воду или съесть какую-то пищу зависит уже от того что вам доктор прописал но если вы хотите пить воду после еды то в этом случае это самое правильное употребление воды после еды если же у вас нормальная либо сниженная секреция желудочного сока то переваривание рыбы птицы особенно красного мяса например свинина говядина баранина задержится и правильное употребление воды после еды будет также серьезно отложен и только в этом случае вы можете полноценно переварить белковую пищу в желудке не нарушив ее переваривание водой и белки виде аминокислот могут появиться в вашей коже тура кожи улучшился морщинки исчезли еще один полезный совет диетолога нужно знать как правильно пить воду между приемами пищи а вот здесь нужно учитывать два промежутка вернее два события а именно какая пища у вас была в предыдущем приеме пищи и какую пищу вы хотите употребить в последующем и вот здесь понимая качество каждого приема пищи вас появляется правильный ответ на вопрос как можно ли пить воду между приемом пищи и у вас нет на это времени это тоже можно просчитать вернитесь к началу этого видео и вы поймете какая пища сколько переваривается и здесь когда же у вас время на прием воды чтобы вода попала коже и морщинки разгладить если у вас вот такое употребление воды вызывают определенные сложности опять-таки на этом канале школа доктора скачко есть видео и как пить воду до еды во время еды после еды между приемом пищи такие видео есть более подробные вы к ним вернитесь можете просмотреть но в этом видео я дам один полезный совет как же все-таки стакан просто воды который не обладает сокогодными свойствами и не может помочь вам переваривать пищу в желудке особенно белковую как же этот стакан воды сделать более живым чтобы он не нарушил переваривание пищи если оказался слишком близко принятым перед едой например за 10-15 минут до еды или во время еды или после еды или между приемом пищи все очень просто можно взять вот такой простенький гель алоэ вера мин мастер красная формула я больше люблю и добавить к вашей воде ваша вода стала другой теперь биологически активные вещества из алоэ вера будут при попадании в ваш желудок раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать секрецию желудочного сока и такая комбинация разве что не подходит тем у кого повышена секреция желудочного сока и нужно вовремя вылечить гастрододенид либо язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки для всех остальных это я бы сказал коктейль молодости потому что он улучшит переварение белковой пищи белки переварится попадут к вашей коже и ваша кожа будет выглядеть значительно моложе вот таким простым действием можно обеспечить переварение белковой пищи в желудке и куда попадут белки вашем организме это уже как говорится вопрос где было тонко туда организм и направит эти резервы если же вы хотите все-таки получить косметический эффект больше на коже лица чем на коже других очень важный но менее презентабельных частям вашего тела то тогда у вас есть еще одна возможность как сконцентрировать биологически активные вещества вашей пищи именно на лице и шее чтобы получить косметический эффект именно здесь здесь народная медицина дает очень простой способ вы его все знаете берете полотенце берете горячую воду смочили полотенце умеренно горячей водой температурой около 40 градусов положили на кожу лица согреваете кожу кожа краснеет а это индикатор того что прилив крови большем количестве кожи состоялся и у тебя питательные вещества которые вы съели переварили они теперь попадут кожи и будут питать вашу кожу конечно этот способ применим исключительно в домашних условиях я знаю как тот же эффект получить в лифте в автомобиле когда вы стоите в пробке даже перемещаясь по улице вы можете его получить не говоря уже если вы едете как пассажир безусловно в автобусе либо летите в самолете вы можете получить аналогичную косметическую процеду легко и просто для этого нужен вот такой простенький утюжок нажатие на одну кнопку и сейчас вот эта поверхность разогревается почти до 40 градусов и любой жирный крем вы можете им разогреть нужные участки кожи что будет дальше а дальше будет интересная вещь конечно же кровь приливает к поверхности кожи и вы уже косметический эффект получили ваше правильное питание теперь находится вот здесь в той области где сейчас находится этот утюжок что будет дальше а дальше включается автоматически я сейчас ускорю процесс второй режим вы слышите вибрацию нанесенный на поверхность крем может теперь более активно перемещаться через слои кожи и питать все слои кожи после того как минуту вы разогрели минуту помогли вибрации вы внедриться питательным веществом в поверхность кожи включается третий режим он беззвучный поверхность охлаждается почти до нуля градусов сосуды кожи сокращаются все питательные вещества с поверхности всасываются еще более интенсивно в вашу кожу этот механизм он известен и вы его знаете после горячего полотенца обычно берут кубики льда обрабатывают участки кожи здесь можно делать более цивилизованным способом вода не течет вы находитесь в любых условиях даже в перерыве между заседаниями вашей компании вы можете такую процедуру себе отпустить и получить эффект конечно аппарат не дешевый стоит около чуть больше 100 евро но если вы хотите получить такой аппарат подарок как это сделал я напишите в мою почту есть акция она пока работает я вам объясню каким образом вы можете стать участником этой акции и получить такой великолепный агрегат подарок кстати гели алоэ вера я вам рассказал про один есть целая линейка в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья зависимости от того у вас хуже работает нервная система да конечно стрессовой ситуации я бы советовал алоэ мин мастер тут не просто так голова в контур головы внутри лампочка это действительно прекрасное питание для мозговой ткани чтобы работать интенсивно без состояния стрессов и эффективно решать нужные вам задачи есть целая линейка ели алоэ вера которую можно подобрать для вашего здоровья зависимости от индивидуального его уровня подобрать самостоятельно вы можете даже без моей помощи опубликовал не на недавно такую книгу почти все о кофе и в ней есть статья как самостоятельно выбрать самый лучший гель алоэ вера для себя чем интересны именно вот эти гели у них есть такой интересный значок института фризениус о чем он говорит он говорит что институт фризениус утверждает что этот гель алоэ вера абсолютно безопасен для ваших почек просто эта компания знает как удалить опасные для почек алоэ м1 и и можно безопасно использовать этот гель для улучшения вашего здоровья если такой значок на каком-то гель алоэ не стоит то институт фризениус не гарантирует что у вас после геля алоэ без этого значка не разобьется хроническая почечная недостаточность иными словами обратимо не нарушится работа почек здесь же все прекрасно я как диетолог рекомендую именно такие гели использовать но выберите вы их самостоятельно либо с моей помощью это уже как говорится ваш выбор важно чтобы вы свое здоровье и свой внешний вид поддерживали безопасными средствами принимаемые внутрь и снаружи если вы хотите знать больше информации в этом видео я вам рассказал основные особенности основные ошибки которые многие допускают неправильно употребляя воду и продукты питания нарушая переваривание пищи следствием различные особенности внешнего вида вашей кожи в том числе и морщины на лице а вот в следующих видео я расскажу вам особенности конкретные особенности из-за которых или не учитывая которые появляются морщины на разных областях лица я имею ввиду ну появится морщины в углах рта на губе между бровями на лбу и в других частях тела вернее частях поверхности кожи вашего лица и эти особенности если вы их не устраните либо не скорректируете то вы долго будете лечить морщины будете пытаться избавиться от морщин на коже разными косметическими средствами или прием внутрь тут имеет значение систем нет панацеи есть система которая помогает вам и быть более здоровым и выглядеть лучше вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих канала словами крепком здоровье и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео возможно ваши друзья знакомые родственники тоже не знают что делать как избавиться от морщин на коже ну поделитесь с ней с ними этой информацией если это видео вам понравилось какие-то элементы вы понимаете можете использовать совершенно бесплатному поставьте на это видео лайк ну а я подумаю как лучше написать следующее видео и рассказать как избавиться от морщин на коже в отдельных участках поверхности кожи лица до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков и школа доктора скачков это youtube а также школа доктора скачков instagram